МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рак молочной железы – это конец истории или начало новой? Это поражение перед лицом жизни или победа, надежды, любви и красоты? Проект «Преображение» расскажет истории нашей героинь, которые прошли непростой путь от диагностики до реабилитации, а также покажет их превоплощение для вдохновения к новой жизни и серой повседневности в яркие, запоминающиеся образы, будь то роковая женщина, рокерша или голливудская дива. С вами Сергей Пугачев, автор проекта «Преображение». Я создаю образы женщинам уже более 25 лет и знаю о женских желаниях, как быть красивой, буквально все. Добро пожаловать к нам за исполнение мечты. Наша героиня готова увидеть себя обновленной и перейти в черту повседневности. Команда профессионалов из индустрии моды поможет создать новый образ и предложит профессиональные советы, помогающие оставаться женственной и красивой. Мы восхищаемся нашими участницами и их смелостью, искренностью и желанием перемен. Вместе мы сможем доказать – рак груди – не приговор. Знакомьтесь, Елена. Я надеюсь, что вы расскажете нам свою уникальную историю. Моя история началась в 2016 году. Полная мастектомия подкожная с одномоментной установкой импланта. И во время операции работают морфологи, и обнаруживается в лимфоузле метастаз. Отодвигают на вторую Б-стадию. Я понимаю, что я молодец, что я прошла все – и химию, и лучевую терапию. Потому что надо прямо идти до конца и по максимуму все взять, чтобы понимать, что у тебя есть будущее. Чтобы потом не сожалеть, что ты… А может быть надо было вот это лечение сделать, еще вот это, а уже нельзя будет вернуться назад, время не отмотаешь. И на тот момент я для себя решила, что я хочу жить не ради детей. У меня двое деток, вот. Это было не ради детей сделано, а ради моих родителей, потому что мои родители, к сожалению, судьба жестокая, и жизнь жестокая штука. Мои родители потеряли своего ребенка, старшего, в 16 лет ему было, брата. И я решила, что я пойду на все ради своих родителей. Я не хотела, чтобы они еще это распережили. Пересмотрев ценности, ты понимаешь, что главное в жизни люди. И как-то так стала складываться картинка, что вокруг тебя люди, которые были не нужны, не нужны и не важны, они сами отвалились. И появился другой круг общения. Даже где-то более взрослый и такой глубокий и более ценный. И вот было 1 апреля 2018 года, я сняла парик. И тогда, на тот момент, прям сразу жизнь заиграла другими красками для меня. Я шипоголик, я безумно люблю красиво одеваться, люблю красивые вещи. И я все время, когда лечилась, открывала свой шкаф с мангардероб и смотрела, и кому это все достанется. И как только снялся парик, я думала, что я уже не буду ходить по магазинам, не будет у меня такой цели. Все тут же жизнь заиграла новыми красками. Еще я стала писать стихи. И для меня самое главное в жизни сейчас, и так будет всегда, я абсолютно знаю, главное в жизни – это люди, те, которые тебя окружают. И я безумно люблю эту жизнь. Я стремлюсь жить. И когда говорят, что онкология – это приговор, и нет жизни, есть жизнь до онкологии, есть после онкологии, только она совсем другая. Ты ценишь каждое мгновение. А мне хочется от жизни сейчас брать все. Время стало очень ценно, потому что появилась цена этого времени. Раньше можно было все откладывать, а сейчас думаешь, что вдруг что-то не успеешь. Но все дурные мысли, которые тебя посещают во время лечения, что это все конец жизни, и ты там умрешь – это не так. Ты живешь, и ты будешь жить, и у тебя есть ради кого жить. Знакомьтесь, Елена, это Лейла Свеженцева, топ-стилист. И она знает о волосах буквально все. Сегодня она будет работать с вами. Лейла Свеженцева, топ-стилист, президент российской секции Ассоциации высокой перехмахерской моды Франции от Coiffure-Français, арт-директор салона красоты L.S. Студио «Город Москва», творческая кредо, стилист, словно художник, он не просто делает стрижку, он создает целый образ. Гофры позволяют даже распущенным волосам выглядеть как готовая прическа, придавая этому образу изысканность, шарм, бунтарство. Здесь я дополнила укладку, собрав височные зоны и оставив массу волос распущенным. На темной текстуре такая прическа выглядит эффектно. Знакомьтесь, Елена Ирина Абызова, наш художник по макияжу. Ирина Абызова, визажист, мастер международного класса, член Союза художников России. Владелец школы-студии макияжа Ирины Абызовой. Руководитель направления визажа в MBA Making Beauty Academy. Творческая кредит, макияж и искусство на руках художника. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Сергей Пугачев, художник-модельер. Владелец Сергей Пугачев Fashion House с 25-летней историей. Обладатель награды за продвижение на международном уровне искусства российской моды. Творческая кредит, творить образ как искусство. Елена, проходите. Ох, как мне нравится твоя экстремальная укладка. Какой потрясающий мейк. И, наверное, к такому образу нужно и экстремальное платье. Я для тебя приготовил вот такое платье из джинсы, на котором нашиты около 60 молний. Я думаю, что фотосессия у нас будет просто бомбическая. А теперь надевай его и вперед к Андрею Литвинову на площадку. Спасибо. Елена наполнена сумасшедшей внутренней энергией и позитивом, которым она заряжает всех вокруг. Поэтому мы создали ее образ, воплощающий энергию мегаполисов в стиле глэм-рок. Этот стиль дает возможность выразить свой бунтарский нрав и сексуальность, сохранив при этом женственность и элегантность. Я подготовил мини-платье облегающего силуэта из денима с асимметричным декором и железных молний. В таком образе невозможно остаться без внимания на музыкальном концерте, в караоке или на выставке современного искусства. Андрей Литвинов. Фотограф. Более 20 лет в профессии. Творческая кредо. Каждое мгновение жизни уникальна, но не каждая достойна стать фотографией. Елена Семенюк – яркая и колоритная личность. Первое впечатление, что она мягкая и скромная девушка, с обаэтной улыбкой. Но как изменил ее образ, придуманный для нее Сергеевны? Наши эксперты по стилю гармонично его дополнили, и перед нами предстала жаркая красотка с грацией дикой кошки. Африканские прически идеально сочетались с лаконичным, весьма эффектным дизайнерским платьем. Орнамент, образованный линиями на платье, гармонировал с тропическим загаром елены. А дерзкая прическа и ослепительная улыбка усиливали этот знойный, харизматичный образ. На фотосессии огненный темперамент Елены раскрылся в полной мере. Я хочу сказать слова благодарности компании ТОП-стилистов, которые сделали мне этот новый образ, Сергею Пугачеву за этот потрясающий наряд. Также хочу сказать спасибо своим новым теперь уже друзьям, подружкам, девочкам, которые участвовали со мной в проекте. Я счастлива преображению быть, оно есть. Я красивая, счастливая. Спасибо всем огромное. И, конечно же, ассоциации «Здравствуй» компании «Навартис» и моим докторам, благодаря которым я живу и хожу по этой земле. Спасибо огромное, что вы были рядом в мою трудную минуту. И, конечно же, всем спасибо за то, что я сегодня такая красивая, еду домой. С вами был Сергей Пугачев и вся наша большая дружная команда проекта «Преображение». Смотрите нас на портале ЕВА.РУ. Будьте красивы, успешны и здоровы. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон.